Наконец-то мы готовы создать разрушитель миров, который при этом будет бесконечным. Всем привет, друзья, это Истоки, я Лолошка, поехали! И еще серию назад я бы сказал, нет, дорого, 155 миллиард ЕМЦ, но в данном выпуске произнесу без проблем, потому что найден новый способ на субботнем стриме. Смотрите, по этой кирке не скажешь то, что она зачарована на 633 удачи, но это так, и она копает дофигища алмазов всего с одной руды. Кладем в шахтер, активируем хотя бы один ускоритель и начинаются лаги, а представьте, если еще несколько ускорителей, это пипец. Аааа, ничего не могу, но всегда можно отойти подальше и не будет прогружаться, но внимание, есть еще одна проблема, наша кирка недолговечна, она рано или поздно поломается. И именно поэтому мной был упомянут субботний стрим, на нем мы создали производитель лавы, который, внимание, производит лаву. Если ее добавить в магма-наковальню, она будет восстанавливать все, что угодно. Начинаются эксперименты, пожалуйста, помпа, выдавай! О, да, замечательно, потом мы ставим это в первый слот и получаем во втором, да? Оу-е-е, причем восстанавливается-то быстро. Но нашему производителю недостаточно энергии, 200 тысяч рев, это всего одно ведро. Давайте панель заменим, мало ли поможет. Извините, шестой уровень, но вы говном. Поставим восьмой и будет зашибись. Пожалуйста, пожалуйста. А, что? Не хочет? Этот дурацкий производитель принципиально не берет больше. Нет, подожди, мы сейчас поставим пьедестал и ты у меня заработаешь, попоешь. О, другое дело. Наковальня заполнилась, кирка починилась и ура, мы можем заставить ее пахать. А ну-ка быстро в шахту. Короче, я там все подрубил, но лучше туда не суваться, потому что смотрите, я совсем немножечко подхожу поближе и... Ой-ой-ой, лаги начинаются. Не-не-не, все, я не пойду туда. Там реально всего 2 фпс. Простите, извините разлом, но вы все это время меня напрягали, поэтому до свидания. Разрушитель миров на подходе, уже очень скоро накопится нужное количество ЕМЦ, будьте уверены. А пока что, внимание, мы можем создать маленькую звезду Омега. Сначала берется маленький кусочек и клонируется, ничего необычного. И так постепенно соединяется, снова клонируется. Короче, вы поняли. Почему сразу не додумался? Да потому что придурок. Так, а сколько там всего надо? Ну-ка покажите, пожалуйста. 1, 2, 3, 4. Постепенно доделываем, а теперь главный вопрос. Каким боком получить фейерверки? Я хочу посмотреть крафт и не появляется. Хотя у всего остального вроде кликается. Фух, оказывается все работает. Я уж разволновался. Идите сюда. У меня даже 2 лишние остаются. Тупо по приколу давайте используем. Поехали! Уху! Фейерверки! Кхм. Ну это было круто, да. Замечательные новости. Драконы возвращаются. И не просто так, а ради второго серого яйца. Представьте себе, Том знаний требует. Вот оно, серое, редчайшее, черт подери. Не, ну понятное дело, я уже подготовлен. Сейчас будем плодить. А это что такое? Господи! Что это за минное поле? Пожалуйста, разломы, не появляйтесь в этом месте. Вроде убрал... Что? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ё-моё, сколько их здесь? Они на каждом шагу. Хорошо то, что хотя бы не у моего дома. Красавчики, ваш выход. Вы должны сделать это долбанное серое яйцо. Попёрли друг на друга, сердечки появились. И... Это жёлтое. Нет, извините, пожалуйста. Мне нужно серое. Давайте заново. Угу. Сердечки, благо, снова появляются. Чего-то там у них происходит. Тыры-пыры. И... Опа! Ещё появилось. Но это... Снова жёлтое. Мы все прекрасно знаем то, что вы можете лучше. Умоляю. Серенькое. Ааа, зелёное. Проходит некоторое количество попыток. И посмотрите внимательно. Ура! Получилось. Немного отвлечёмся, потому что хорошие новости. Наша бесконечность накоплена уже в размере 13 штук. Но я не помню, сколько точно понадобится. 17, 18, 19. Осталось всего 6. Вы понимаете, насколько это круто. Так, ладно, активируем. Сразу же отходим, потому что лаги. Вернёмся к теме фьючепака и космических путешествий. Как вы помните, внизу написано. Объект исследования, бортовой компьютер. Я, конечно, ни на что не намекаю, но, по-моему, вот это мигающая фиговина и есть компьютер. Так, а это что такое топливный бак? Инженерия, питание. Ну-ка, сканируем и видим то, что чего-то не хватает. Может быть, инженерия, питание и, допустим, энергия? Потому что питание и энергия неразлучная фиговина. Ура! Чертёж получен. Чего-чего? Не, чистая карта и батарея без проблем. Но что это такое? Ядро второго уровня? Вы издеваетесь? Я намекаю на то, что это не создать, потому что мы ещё не изучили. Блин. Так, подождите, я хочу посмотреть. Мы можем? Да, смотрите, мигает. Никого не задерживаю, остаётся один клик. Но смотрите, тут с рандомным шансом может попасться сила ядра. Либо семь, либо пять, либо шесть. Интересно, что мне попадётся? Четыре. Мамма миа, а чего так долго-то? Четырнадцать минут? Нет, спасибо. Лучше пьедесталы принесу. А ну, ребята, покажите, кто здесь хозяин. О, уже всё. И мы завершили бортовой компьютер, координаты и навигация. О, как круто. Ми-ми-ми-ми-ми. Извиняюсь. Ребят, я дико извиняюсь. Я увидел знакомое слово. Мини-лай. Это название планеты. Мало чего можно добиться, используя космический корабль, не имея при этом места, куда можно отправиться. А построю-ка телескоп, чтобы искать в небе планеты. Если что-то и найду, я сделаю соответствующую запись данными, которую позже смогу вставить в бортовой компьютер. Кхм-кхм, серьёзно? Это так просто крафтится? Вы, наверное, представляете, насколько сильно я взбудоражен от этой информации, потому что более чем 90 серий назад мы нашли отрывок, в котором видели только чертежи ракеты. Вижу ракету, вижу дискету, вижу ещё какие-то непонятные рисунки, это сингулярность какая-то. Ага, и в крафте он тоже не используется, значит мне надо его как-то расшифровать. Ого, это будет тяжело, правда. Я не настолько умный, Майнкрафт. Телескоп, забираем, надеюсь ничего не вылетит, когда я буду его использовать. И всё? Подожди, что? Надо было просто кликнуть и появятся координаты? Написано Мени Лаус, да, это та самая первая планета. Кстати, я могу тебе исследовать? Нееет, наверное надо засунуть в бортовой компьютер, ведь там так и было написано. Кстати о нём, в безжизненных просторах космоса крайне важно не заблудиться. Я построил компьютер, который в сохранности проведёт меня сквозь пустоту. Его меню состоит из трёх вкладок. Первая всегда показывает планету Земля, так что я в любой момент смогу вернуться домой. Вкладка номер два показывает, где я нахожусь. Не думаю, что тот момент, когда я не смогу этого понять, когда-нибудь произойдёт, но вещи такого рода невозможно предвидеть. Ну и третья вкладка показывает пункт назначения, который задаётся при помощи координат. Используйте поле для ввода. Да-да-да, они у меня уже есть, вот они. Правда у меня тут проблема, в создании используется монитор, который до сих пор не изучен. По-моему я знаю, что это такое, вот оно. Соединив химию и неоновую энергию, мы получаем тот самый нужный чертёж исследования. Кремниевая пластина и набор микросхем, ноу проблемо. Всё, как только компьютер появляется, мы его ставим не дома, а где-нибудь здесь, почему бы и нет. Потом, наверное, надо... Ничего себе, как это круто выглядит. Наверное, надо подрубить двигатель, в принципе мне это уже написало. Ой, то есть не двигатель, а генератор. Чтооо, недостаточно неоновой энергии всё равно? Ааа, подождите, неоновая энергия, это по-моему немного не то. Хотя нет, вроде написано NE, то что надо, неужели не хватает? Тогда мы возьмём второй генератор. Ваш космический корабль открыт. Эх, вы серьёзно? Это космический корабль? Не смешите мои ладошки. Скорее всего мы уже можем положить сюда координаты. Ого, как это круто выглядит. Но никуда не можем полететь. Почему, спросите вы? Да потому что здесь русским языком написано, ваш космический корабль открыт. Ну, типа, алё. У нас тут как бы немножечко трещина. Надеюсь, вы помните, первая вкладка всегда показывает нам землю, где мы живём. Вторая вкладка там, где мы находимся. Ну, сейчас мы на земле. А третья, то, куда мы направляемся. Но мы сейчас никуда не следуем, поэтому, цыц, ничего не будет. И кстати, я понял, вот это что-то типа отрисовки местности, в которой мы сейчас сидим. Настолько-то это сильно отличается от мода Galactic Craft. То есть мы можем реально летать по космосу. Не просто выбирать, куда приземлимся, а летать. Издалека отрубаем пьедестал и, по идее, можем подойти. Ох, красиво. Конденсатор, что ты покажешь? Четыре слитка, то есть осталось ещё два. Мне не терпится, поэтому я сейчас кое-как смухлюю. Из экстремального верстака забираем мифминитовые пластины, потом сделаем ещё, не пропадёт верстачок. И пихаем в конденсатор. Та-дам! А, этого всё равно не хватило? Ну зашибись. Тогда мы возьмём ещё одну пластину и снова пихаем. Ура, 19! В этом выпуске я просто радуюсь всему, как ребёнок. Потому что, серьёзно, сама серия очень крутая. Я, знаете, я даже не под конец попрошу поставить вас оценку или просто оценить, а прямо сейчас. Вот правда, дико нравится этот эпизод, не могу сдерживать эмоции. И World Breaker, здравствуйте. Заведомо, удача 10. Но, вопрос, а могу я её заенчантить? Пожалуйста! Фух, могу. У меня, правда, опыта нет, поэтому заберём немного и добавим эффективности, прочности, всё как обычно. Давайте посмотрим. На, получай, на, получай. И... Стой! Стой, стой, стой! Как же так? Нет, почему удача не на второй строчке? Перепробовав всё и вся, с зачарованием магнит, мне удалось переставить удачу на вторую строчку. Но пока что я убрал, потому что хочу проверить её пустой. То есть, допустим, я её скрафтил и на радостях бегу в шахту. Начинаю копать и... Подожди, что? Ты чё, говно, серьёзно такое жопное? Нет, 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 нет! Пожалуйста, не говори мне, что копаешь так хреново! Да это неправда! Я потратил на тебя уйму времени. Тебе вообще не подходит название разрушитель миров. Вот землекрушитель совсем другое дело. И нет, я не про название для тебя. Я про другую кирку, которая сейчас заряжается. Ааа, 155 миллиардов ЕМЦ. Но! Отдадим ей должное. Она не ломается. Хотя, на всякий случай, лучше проверить в шахтёре. Ну-ка! Нет, смотрите. Реально прочность 999999999. Осталось зачаровать на удачу 500 и... Всё! Больше не надо, потому что иначе лагать будет. Но на этом я всё равно буду постепенно заканчивать. Божечки, какой крутой выпуск! Мне он почему-то каждой минутой нравится. Мне было в кайф его снимать. Мне было в кайф в нём что-то изучать. Мне в кайф узнать что-то новое о Фьючипаке. Не знаю как вы, но я кайфую от таких серий. Ладно. Я надеюсь то, что вы всё равно будете продолжать мне помогать. Потому что чаще всего благодаря вашим комментариям я не страдаю часами, не смотрю кучу туториалов, гайдов и так далее. И, конечно, отдельная благодарность тем, кто не забывает оценивать все эти видео. Вы лучшие, потому что на вас держится мотивация. Миллион раз повторил. Не задерживаю и просто говорю. Если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Мэттак, Лололошка, Землекрушитель и Worldbreaker. Всем удачи, всем пока, 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 пока.